Почти мистическая история. В Урнарский район в Лисии Наре случайно обнаружили элемент убранства Древней Мордвы. Находку передали местному краеведу, тот датировал ее вторым-третьим веком. Республиканские историки определили, что в этом месте расположен могильник Древней Мордвы. С 2012 года здесь нашли более 60 захоронений. В этом году в экспедицию на раскопки снова отправились студенты Мордовского педагогического института под предводительство чувашских археологов. Найденные экспонаты поразили экспертов. Говорят, это тянет на великое историческое открытие. И подробности у Татьяны Дефор. Небольшая лопатка и малярная кисть с жестким ворсом. Вот два главных инструмента археолога. В поте лица, не разгибая спины под палящим солнцем, они горстка за горсткой снимают с угленистые слои земли. Когда металл упирается в тверд, начинается кропотливая работа кисточкой. Чтобы снять этот предмет, в который цепко ухватили застарелые пласты почвы, придется счищать мелкие песчинки примерно 40 минут. Однако даже такой педантичности недостаточно. Человеческий фактор никто не отменял. Мелкие детали порой остаются на прежнем месте на долгие века. Поэтому в этом году решили добавить новый метод, чтобы сохранить даже мизерные крупицы истории. Вот видите, мы могли бы пропустить очень важные вещи. Раскопки на Синдемиркинском могильнике идут вот уже четвертый год. Этим летом юным и опытным археологам несказанно повезло. До последнего момента историки исчисляли лет без мордовского народа от 2-3 века н.э. Однако свежие находки, говорят, этнос зародился намного раньше. Где-то здесь локацию, пока историки не установили точно, жили первые племена мордовского народа. Сейчас исследуют только захоронения. В этом году почва оказалась плодородной на исторически ценные экземпляры. Предположительно, подростковое погребение, девушка, потому что вещи женские чисто. Рост мой, она небольшого, потому что здесь есть останки костей. Загадочность древнемордовского могильника в том, что долгое время археологи не могли найти мужских захоронений. За годы исследований местности попадались только женские и детские могилы. И вот невиданная удача. Буквально на днях студенты нашли три мужских погребения. Одно самое большое, 6 на 2 на 2 метра. Представляете, размером там был погребен, вот, наверное, самый такой статусный мужчина. В последний путь влиятельную личность снарядили основательно, возможно, даже с верным конем. На месте погребения нашли кости животного, удила и фрагменты снаряжения для верховой езды. В районе пояса лежало копье. Предположительно, мужчину похоронили с зажатым в руки оружием. Драгоценный улов древней могилы – нагайка. Подобные находили в других финно-угорских экспедициях. В Мордовском захоронении такой уникальный экспонат раскопали впервые. Орудие плохой сохранности. Предположительно, в 5-6 веках здесь была болотистая местность. Вот это фрагмент рукояти нагайки или плети, а вот это фрагмент уже самой плетки кожаной. То есть это кожа. Очень такая статусная вещь. В женских захоронениях, конечно же, украшения. Ожерелье, бусины из редких минералов. И вот такая, как сказал Николай Мясников, реплика античного браслета. Такой интересный браслет с заходящими друг за друга концами. Причем они с змеиными головками. Мы думаем, что они изготавливались в подражании античным образцам, где более явно были показаны именно змеиные головы на концах этого браслета. Здесь же уже местное население, оно подражая античным образцам, делало вот в таком их виде. Но тут, тем не менее, тоже вот есть дырочки, которые изображают глаза, и такие насечки, имитирующие чешую. Благодаря этой экспедиции историки опровергли один занимательный факт, который основательно утвердился как в школьных пособиях, так и в ученых умах. Конкретнее о расположении тел при погребении. Раньше в археологии существовало твердо установленное мнение, что, скажем, промокша хоронила своих покойников головой на север, ой, на юг, а проэльзия головой на север. С открытием этого могильника такой устойчивой закономерности в расположении покойников головой в определенном направлении нет. Археологические раскопки не только демонстрируют то, чем жили и как хоронили древних предков. Они открывают неизведанные ранее страницы истории. Многие находки датируются уже не II-III веком, как ранее, а I. Если быть точнее, часть свежевыкопанных орудий эксперты отнесли к сотому году нашей эры. И еще одна неожиданная новость. Многие детали наталкивают исследовательные теории о том, что могшей эрзи в то время и вовсе не было. Скорее всего, здесь существовало какое-то единое этническое пространство, когда существовала единая древнемордовская культура. А ее разделение на два субэтноса произошло уже позже, в эпоху Великого переселения народов, то есть где-то в V-VI веках нашей эры. С каждой песчинкой археологи все ближе к истине. Белых пятен в летописи мордовского народа остается все меньше. Месяцами, годами они и ищут, анализируют. Огромная физическая и умственная работа, видимым результатом которой может стать всего лишь одна цифра, вместо второго – первый век в учебнике истории. Татьяна Дюфур, Григорий Денисов. Наши новости. Вурнарский район. Республика Чувашия.